Если вам звонят, представляются сотрудниками банка и просят какую-то полную информацию о вашем расчетном счете, о вашей кредитной банковской карте, то если вы не знаете этого человека, или ранее вам этот номер не звонил, или он у вас не записан, то ни в коем случае этого не делайте. Скажите, если надо, я могу всегда подъехать и подъедьте и выясните, действительно ли это звонит сотрудник банка. Не привязывать платежную карту к номеру телефона, который указываете в соцсетях, избегать простых паролей, не передавать банковские реквизиты третьим лицам, рассчитываясь за товар или услугу, и ни в коем случае не сообщать личные данные о счете по телефону кому бы то ни было. Это элементарные правила предосторожности, которые, по словам правоохранителей, помогут не стать жертвой мошенников. Однако, помимо собственной беспечности, жертвами злоумышленников люди становятся еще и благодаря изобретательности последних. Правоохранители советуют быть очень внимательными, снимая деньги через банкомат. Ведь различные микрокамеры и всевозможные устройства, считывающие карточные коды, сегодня нередки. Понятно, что граждане не могут иметь особые навыки в этом деле, но тем не менее, вдруг, если что-то такое замечаете, что на банкомате, на привычном вам клавиатуре или на купюроприемнике, что-то там доставлено, долеплено скотчем, обращайте на это внимание. Беспечность и невнимательность в этой ситуации может в буквальном смысле стоить денег. За 8 месяцев этого года сотрудники правоохранительных органов зафиксировали порядка 75 преступлений подобного типа. Были задержаны 4 человека, причастных к установлению на банкоматах программ и оборудования для снятия денежных средств с чужих банковских карт. Они были задержаны на горячем, это все были, ну, в разных случаях, но это все были иностранцы, при граничных государствах с Украиной. Тем, кто приобретает товары через интернет с домашнего компьютера и рассчитывается карточкой, следует помнить о безопасности соединения. Для этого, убеждают в отделе по борьбе с киберпреступностью, важно устанавливать на свои компьютеры, ноутбуки, планшеты, только лицензионное программное обеспечение, а также своевременно обновлять антивирусные программы. Иначе человек рискует не только оказаться обворованным через интернет, но даже сам того не зная, стать звеном в преступной хакерской сети. Электронную вычислительную машину используют для атаки, на какой-то сайт, на заражение, еще чего-то, для снятия денег и так далее. Хоть вы этого даже, естественно, и не знаете. Примеры такого рода в нашем регионе уже зафиксированы. У нас были такие случаи, когда приезжали к людям, учительница какая-то живет или старая бабушка, у него там сына, внука пятилетнего компьютера, конечно, он ничего не мог такого сделать. Потом оказывалось, что это зараженная бот-сеть, состоящая из 100, 200, 1000 компьютеров и так далее. Разумеется, полностью обезопасить себя от действий злоумышленников в интернете тяжело. Однако элементарные правила безопасности, личная внимательность и аккуратность в большинстве случаев может обезопасить пользователя от действий мошенников, которые, возможно, находятся на расстоянии одного клика компьютерной мыши.